Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, на связи Рэй, и мы продолжаем проходить Хастл Кастл. Ну что же, смотрю, боец у меня получает 22 уровень, собираем яблочки, так, монетки давайте заберем, и, ребята, у меня уже почти 2 миллиона и 480 тысяч дерева. Это означает только одно, ребята, что мы приближаемся с вами к прапованию моей тренировочных бойцов, и, соответственно, мы начинаем валить орков. Ну что же, ребятушки, давайте, наверное, приступим к этому делу. Так, добавляем магию. Хорошо, магия у меня вся сделана. Теперь ставим замену. Замечательно. Ну, а теперь можно и бомбить, как говорится, это зеленые отроди. Поехали. Так. Ну что же, в принципе, в принципе, все пока у нас идет хорошо. Даже можно не сомневаться в том, что мы их разбомбим. Отлично. Порвали, как щеглов. Ну, сейчас, как обычно, мы будем скрывать сундучок с вами, смотреть, что из него выпадет нам. Естественно, ресурсы. Так, это что у нас? Да, на 52 уровень. Очень хорошо. Ну что же. Ай, елки-палки, хотел сказать, давайте отправим их лечиться. Но не тут-то было, ребята. Я совсем забыл, что у меня апается госпиталь. Да. Придется как-то так с ними разбираться. Без лечения. Ну что же, давайте, приступим дальше. Да, я в курсе, что у меня не отличные герои. Ну, а что ж поделать. Как говорится, будем драться до тех пор, пока сможем. Елки-палки, как они быстро у меня падают, а? Когда недохиленные. Отлично. И сундучок опять наш. Что мы сейчас получим из него? Как-то так непривычно, да? Бойцов своих не могу отправить даже подлечиться. Ну что же, деньги и ресурсы. Точнее, дерево. Так, орков у нас еще хватает. А вот насчет... Как бы вам сказать? Насчет жизней у моих бойцов, это, конечно, все очень плачевно выглядит. Ну ладно, давайте еще попробуем один бой. Сразиться. Что у нас получится из этого? Так, я рассчитываю здесь только на одно. На воскрешение. Когда маг воскрешает моего война, у него хоть сколько, не сколько, но появляется здоровье. И таким образом мы с вами можем как бы немножечко и повоевать. Отличненько. Вскрываем сундучок. Смотрим. Опять ресурсы. Не везет мне что-то в последнее время на шмотки. Особенно, когда я начинаю делать съемку. При всем при том, когда я играю с мобильника, у меня шмотки падают только в путь. Причем всякого калибра. Даже на 52 уровень была шмотка. Ну что же, ребята. Ладно, давайте, наверное, приступим с вами кого-нибудь бомбить. Мне желательно бы какой-нибудь послабже найти. Но вот этот, в принципе, наверное, пойдет. 50 тысяч мощей должен его размозжить. Тем более их тут... А, ну да. Хотя нет, ребята. Завален даже. Эти лучники не помогут. Вот о чем я вам, в принципе, и говорил. Что воскрешатель делает отличное дело. Так, великолепно. Все, они все упали. Получаем сундук. Мне, в принципе, там не надо слишком многого, ребята. Мне... Вот, у меня уже 2 миллиона есть. Все. Так, шмоточка выпала. Хоть что-то. Так, забираем достижения. Так, и получается, что у меня, в принципе, наверное, уже готово на ап. Так, 60 тысяч. Блин, рискнуть нет. В общем, ладно, давайте рискнем. Будем играть до тех пор, пока меня орки не убьют. Как говорится, пускай порадуются. А то все время я их только колбашу. Ну что же. Выставляем магию. И, наверное, ребятушки, все. Начинаем их долбить. Хотя, я чувствую, здесь мой проигрыш будет. Ну, сейчас увидим, короче. Их слишком много для меня. Елки-палки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну хорошо. Воскресили. Отлично. Продолжаем, продолжаем бить. Ой, маги упали, ребята. Все, это плохо. Это означает только одно, что я сейчас проиграю. Да, арбалетчик меня ухоркал. Ну, а что поделаешь, ребята? Нам делать нечего. Единственная засада в том, что я сейчас не смогу отхилиться. Ребята, не смогу. Ну, давайте тогда займемся с вами подарочками. Всем спасибо, ребята, огромные. Ну, что же, давайте попробуем отправить вам подарочки тоже. Так, выбираем, ребята, слабого, самого слабенького. Кто у нас здесь такой есть? Так, вижу, что... Ох, сколько вас у меня, ребята. Сколько у меня друзей. Так, ну что же, давайте отправим. Так, отлично, один есть. Ладно, ребят, давайте я тогда остальные отправлю чуть-чуть попозже. А сейчас займемся игрой. Так, и вскроем, естественно, сундучки. Обязательно я вам отправлю подарки, но чуть-чуть попозже, ребята. Так, отлично. Ресурсы. Ресурсы это самое то сейчас для меня, потому что я готовлюсь, ребята, апать свою тренировочную бойцов. Ну, и вы прекрасно понимаете, зачем мне это нужно, чтобы дальше идти вперед. Хотелось бы, конечно, узнать поточнее, когда будет обновление. Но я думаю, что я к этому времени успею раскачаться. Ну, так же, как и вы. Так, ну что, наверное, продолжим, ребятушки, отправлять вам подарочки. Так, выбираем самого слабенького. И поехали. Отлично. Так. Ребятушки, не обессудьте, если кому-то не достается или я не отправил. Единственное, в чем мое оправдание, только то, что я могу всего 10 подарков отправить. И, как видите, я делаю это рандомно, через строчку. И еще я делаю так. Например, сегодня я отправляю снизу вверх, а завтра, например, буду уже отправлять сверху вниз. Ну, то бишь, начиная со слабых к сильным и, наоборот, от сильных к слабым. Так, все. Забираем сундук, ребята. Его, естественно, вскрываем. Что у нас тут выпадает? Вау. Магическая броня. Все-таки, ребята, с этого сундука и есть шанс выпасть шмотки. И это уже у меня неоднократно происходит. Так, ну что там, мои ребята, хоть что-нибудь, как-нибудь. Да, 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 конечно. Долго мне придется ждать, когда они хоть что-то себе там наберут, отхилятся. А чем пока заняться, даже у мани приложу. Так, смотрите, монетный двор. Ну, это все, верно, не то. Так. Это, давайте-ка сделаем так. Завершим, наверное, с вами по-быренькому наш госпиталь. Сэр, теперь вы можете отправить ваших раненых бойцов в госпиталь. Ну, это понятно. И отхиливаем своих солдат, ребята. И, быренько, идем в атаку. Набиваем нужное нам количество денег, ресурсов. И будем строить. Давай, иди сюда. Ты тоже. Как говорится, вы уже здесь не нужны. Все, я уже построил госпиталь. Да, пришлось потратить все накопленные мной кристаллы. Но, я думаю, оно того стоило. Иначе просто бы зависло все надолго. Еще целые там сутки ждать пришлось бы. Так, отлично. Сейчас они у меня по-быренькому отхилятся. И мы продолжим с вами, естественно, игру. Ну, что, дорогие мои, орлы мои готовы. И мы с вами тоже готовы отправиться на карту. Где нам выбрать потенциальную жертву? Так, давайте посмотрим на Дании. Так, мы, естественно, добавляем маги... Ой, с магией-то у нас, ребята, проблемы. Да. Последние три штуки. Ну, ладно, будем как-то так справляться. Ой, это что такое? Поехали, ребята. Как говорится, была, не была. Так, понеслась. Так, что у него тут такое? Я не могу понять. Почему опять наносим минимальный урон, а? Нет, все-таки бомбанули. Нет, не бомбанули. Ядрить его на корень. Ну, резай давай моего воина, а? Ну, что ты там тупишь? Так, ладно, хорошо. Ну, 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 ну. Нет, нет, только не это, а? Только не это, ребята. Блин, фигня получилась. Просто фигня. Я причем потратил всю свою магию. Ядрить его на корень, а? Ну, где, блин, справедливость, а? В этой игре? Где? Покажите мне. Дональд, я все прекрасно без тебя знаю. Не надо мне повторять 33... 333 раза, что замок слишком сильный. Надо укрепиться. Это мы все прекрасно знаем. И зрители знают, и я знаю. Так что, так. Какой боец получил пятый уровень? Ну, что ж, хорошо, в принципе. Давайте собираем. Ага, по деньгам у меня, ребята, лимит. Все, 2 миллиона накоплено. И... Ох ты, у нас вторжение появилось, ребята. Смотрите-ка, даже 4. Ну что же, это хорошо. Давайте быстренько сейчас отхилим. И пойдем разбомбим тех орков. Время не ждет, солдаты вперед. Нас ждут великие дела. Где это отродье? Сейчас-то я им по полной программе устрою, а? Ну, теперь у меня все хпшки, ребята. Так что, можете расслабиться. Я вам всем отомщу. Так. А подождите, какое... Какое появились, ребята? Я еще их просто в тот раз не набил. Они были на карте. Че я туплю-то? Так, давайте лечись. А мы сделали прогрессик. Забираем. У нас два сундучка. Глянем. Да, ребята. Сейчас у нас идет очень долгий ап. Если я поставлю... О, лук получили. Ну, фигня на самом деле. Если мы поставим себе тренировочную, если я не ошибаюсь, она строится 3 дня, ребята. 3 дня. Я просто выбываю из игры. Потому что я ничего не смогу сделать за эти 3 дня. Нет, ну я могу, в принципе, снимать, как я бью орков, зарабатываю сундуки, открываю, и шмотки выпадают. Ну, я думаю, что вам это не интересно. Но если вам интересно, то вы пишите в комментариях, и я буду хоть что-то, хоть какой-то контент выкладывать, пока у меня апаются мои издания. В общем, все зависит от вас, как говорится. Так, ладно, с ними разобрались мы. Смотри-ка, она только уровень получила, уже на 6-ой тянет. Это замечательно. Давай, иди сюда, не дуркуй. В сундучке что у нас тут попадается? Булава. 770. По-моему, слабенько. Ребята, у меня зеленые намного лучше. Да, 700. Даже топор лучше, елки-палки. О чем тут можно вообще говорить? Хе-хе-хе. Да, смотрите, сколько всякой трихомудии у меня лежит. Надо, по идее, все это почистить, поразрушать на кристаллы. Но я не хочу. Знаете, почему? В данный момент мне невыгодно апать, точнее, не апать, а делать крафт шмоток или оружия на таком вот уровне. Надо их проапать хотя бы на уровень 2. Там уже будет смысл. Нет, слабенькое колечко. А жерель тем более. А вот это можно поменять. Вот так вот. Поэтому, ребят, пока не проапаю, нет смысла ставить на крафт. У меня уже ребята за 40 уровень пойдут. Так, один ст уровень нужен. Так что будем ждать. Ждать, терпеть. А потом наляжем, как говорится, всем своим телом, всей своей мощью и будем крафтить там, деребанить. В общем, изобретать что-нибудь. Как можно будет максимально улучшать и укреплять свою армию. Естественно, я хочу еще себе пятого бойца. Но до него, поверьте мне, очень и очень не скоро. Наконец-то это колечко. Хоть кому-то пригодилось. Причем довольно неплохое. Так, а за это время, пока мы тут с вами лялякали, мои воины отхилились. И мы продолжаем вторжение разбивать. Ой, какие они там стоят. Красавцы. Все в рядок, как на подбор. Хе-хе-хе. Сними дядька черномор. Вот сейчас мы этому черномору-то быстро бороду побреем. Отлично. Так, хорош падать, пухлый. Ты надоел уже, а, в самом деле. Мак, елки-палки, ну какой же ты у меня ватный, а? Я не знаю, может быть ему одеть тяж? А? Как вы думаете, ребят? В тяжу хотя бы он будет немножко покрепче стоять, подольше, но, естественно, он будет урон поменьше. Так, давайте, наверное, всех отправим. Они все какие-то у меня покоцанные. И сундук с вами открываем. Ну, давай, абракадабра, выпадай, что-нибудь хорошее. И, конечно, конечно, что-нибудь хорошее. Блин, я вот эти сундуки открываю, и такое ощущение, что только зря. По идее, мне бы пригодились бы эти деньги, после того, как я, например, поставил бы крафт. Ой, крафт. Апаться. Здание. Улучшаться. А я их вскрываю без угрызения совести, как будто я тут такой, знаете, миллионер. Так, ладно, возвращаем их. Да, ребята, и еще есть к вам одна небольшая просьба. Если вы знаете какую-нибудь хорошую игру или хотите посмотреть ее, то пишите мне в комментариях, и мы ее с вами, как говорится, поиграем, обозрим в общем, потусуемся. Потому что, сами знаете, сейчас три дня выпадать из игры. У меня, конечно, есть и свои игры, но что-то, я смотрю, вам они не особо как-то нравятся. Поэтому давайте сделаем так. Будем на ваше усмотрение проходить, играть. Так, понеслась, родная. Ну, давай, 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 падай, все, хорош выделаться уже со своей дубиной там. Вот. А, соответственно, после этого, когда мы сделаем с вами тренировочную бойцов, там будут у меня уже развиваться бойцы. Это опять же время. В общем, в этой игре у нас прогресс будет очень-очень долго затянут. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас. Ресурсы. Да. Так что вот, как-то так, ребята, получается у нас. И если вам и, конечно, интересны другие игры, не только, например, на мобильные системы, Android и так далее, и так подобное, я могу проходить уже нормальные компьютерные игры. В принципе, чем я раньше и занимался. Так, давайте. Все, у нас, ребята, остались только враги. Ну, я имею в виду реальные игроки. Поэтому нам надо сейчас будет выбирать. Ух ты, неужели тут просто какая-то жила золотая? Ребята, три персонажа. Так, ну-ка, давайте-ка по-быренькому. Мак у меня, в принципе, уже готов. Воин, воин, еще не совсем. Так, давай, Мак, мы тебе оденем тяж все-таки. Будешь у меня в тяже стоять. Ни одна бронька тебе не подходит магическая. Так, эта слабенькая, эта еще слабже. Давайте вот эту оденем. фиг с ним, что мы теряем там в уроне. Но зато мы будем стоять дольше. А то он у меня падает как вата. Так, ну что, тут у нас пока все нормально в замке. Ничего такого плохого не происходит. Ничего не собрать. Манна у меня полностью, еда практически тоже полностью, деньги под завязку. осталось только дерево. Ну, дерево, как вы видите, идет очень и очень туго у нас. Я не знаю, как сделать так, чтобы прибыль была колоссальной. Так, что, где у нас технокит? Так, подожди. Или Маркус? Давайте глянем Маркуса сейчас. Ну, в принципе, ребята, как бы хотелось бы, да? 42 тысячи дерева? Да, что такое? Что случилось? Я не могу понять. Так, Роман, мало у тебя ресурсов. Лизард. Лизард, в принципе, неплохо, но у него 104 тысячи. Нет, я на него не полезу. Так, переходим давайте на другую. Дани, 23 уровень. Фофа. Ты бы назвался еще ватником бы, ел по полке. Да ладно, шучу, не обижайся. Так, лорд, Антоха. Что-то не могу понять, а где этот чувачок-то, которого я до этого смотрел? Бат, что ли? Ну-ка, все давайте глянем. Ага, бат, давайте его как раз мы и раздеребаним. Должны, по идее, но это будет стрёмно, если мы сейчас здесь еще и ляжем. Не-не-не, конечно же, это наш клиент, все, вот, ну видите, лег отдохнуть, у себя тут как раз на мостике, позагорать, так скажем. Все, ребята, мы победили, и я думаю, что этих ресурсов вполне будет достаточно, да? 561 тысяча. Так, подожди, нет, не туда. почему они все время у меня хотят убежать куда угодно. В казначейку, в эту, в манну, но только не в госпиталь. Неужели им так не нравится это дело, а? Так, казначей получает 11 уровень, это замечательно, кстати. Улыбочки, здравие, яблочки, давайте с вами смотреть. Тренировочное бойцо. Да, ребята, ни шиша еще пока не хватает. 637 тысяч надо, понимаете? 637 тысяч. Это мне еще надо 60 кусков где-то добывать. Хм. Ну, в принципе, врагов у нас там много, так что, я думаю, найдем кого-нибудь, кого можно будет раздереванить, обокрасть, украсть маленький динжат, точнее, динжат-то мне не нужны, мне нужно дерево, поэтому будем сейчас искать приоритетов в дереве. Так, давайте посмотрим его. Вот, в принципе, 42 тысячи дерева, это было бы неплохо, да? И 62 тысяч мощей. В принципе, смотрится как-то, скажем так, мягко тело, но мне не нравится, как у него замок обустроен, у него уже ров этот с лавой, ой, с лавой, ядовитый ров. Так, и что у нас тут получается? У нас тут получается полная фигня. Как он так отхиливается быстро? Я не врублюсь. Что за хрень? Ребята, да ну, не может быть, неужели у него три мага и все на рейсе стоят? Ой, на рейсе, на хиле. Да, походу, получается, ну, посмотрите, я просто, просто один воин раздеребанил всю мою шайку-лейку. Великолепно просто, тут уже ничего не скажешь. Да, как-то я недоценил врага, да? Посмотрел на 60 тысяч мощей, думаю, а, салага, сейчас мы его раздеребаним. Да не тут-то было. Утер он мне нос и, кстати, он молодец в этом плане. Побольше бы таких ребят. Так, ну что, пока мои ребята отхиливаются, я не знаю, что мы будем с вами делать. Будем просто ждать. И мои ребята готовы отправиться в бой. Так что, ребят, давайте их возвращать обратно в казарму и пойдем с вами на карту. Смотрите, какие они красавцы, все равны, как на подбор. Ладно, хватит стихоплетничать, давайте отправляться на карту. И у нас первый контингент, наверное, будет Антон. Давайте посмотрим. Да, я не спорю, у него 14 тысяч дерева, это мало, но мне сейчас хоть с кого-нибудь, хоть с овцы, кусок драной шерсти сорвать. И то будет хорошо. Ну, здесь все как полагается. Здесь он ватный, это Антоша, он сейчас падает у нас. И все у нас пучком. 14 тысяч, да? И, соответственно, мы приближаемся. Единственное, что мне не нравится на таких игроках, это копится ПВПшка. Она мне не нужна, ребят. Потому что потом, сами знаете, что будет. Будут бизоны стоять и там на этом крафт заканчивается. Там, естественно, придется сливать по 200 тысяч яблок, чтобы опуститься чуть-чуть пониже рейтингом. Так, ладно, пускай они отхиливаются и мы с вами продолжим. Естественно, ПВПшиться. Давай, пухлый, не отставай. И у нас здесь что? Лизард и Рома. Ой, у Романа вообще 3000 дерева никуда не годится. А вот это вот хорошо. Ну, что там опять у нас происходит? Какой опять так, ХП Даггер. Ага, маг с уроном. Угу. И все на урон практически, да? Два мага на урон и один на воскрешение. черт его знает. Как-то как-то подозрительно все это выходит. Да-да-да-да-да-да-да-да. Сейчас я вернусь и посмотрю, кто там опять. Ага, Каспер поселил. Посетил нас. Все, сейчас его индифферент. Индифферент. Назовет же себя. Вот, 60. Подождите, 62 тысячи. На этого мы уже вроде бы как нападали только что недавно. И неплохо получили от него люлей. Так что он нам не подходит. Вот здесь какой-то тэчкид. А вот это уже наш клиент, ребята. Это уже однозначно наш парень. Тут, я думаю, никаких вообще не должно быть проблем. Потому что даже по мощам. 40 мощей, 40 тысяч. это в принципе ни о чем. Даже судя по тому, как у него упал арбалетчик с одного выстрела, то это уже о многом говорит. Все. А, нет, не все. Не все, ребята. Какое все? Нужно 600 с копейками. Блин, как же все-таки, как же все-таки сейчас копится долго дерево, ребята, а? Ну-ка. 637. Ядрить его на корень. Это еще, блин, 40 штук. Да, ничего тут не поделось, ребята. Раньше у нас была проблема в чем? В деньгах, помните, да? Не хватало вечно денег. Как бы накопить там миллион, 500 тысяч раньше было. Сейчас деньги есть, нехватка ресурсов. И причем очень жестко. Ну, что это, лорд? 9 тысяч, марка 10 тысяч. Ну, я даже не знаю. В принципе, марка можно будет за десяточку-то. Тут вообще у него никого нет. Наверное, гаденыш в игре сидит. Ну, мы сейчас можем с вами это элементарно проверить, да? Взяв своих солдатиков. Так, как раз он тут уже все долечился. Давайте берем и посмотрим, кто марка, по-моему, если не ошибаюсь. Где вот он у нас? Марка, да. И в игре он, не в игре. Сейчас посмотрим. О, ребята, там вообще никого нету. Странно. Просто пришли, победили, забрали десять тысяч дерева и наглые ушли обратно к себе домой. Ну, зато сундук хоть получили синий. И сейчас посмотрим, что с него выпадет. и тадададам, тададам, опа, на ножи 766 урона в секунду, да? А у меня-то какие стоят? Хе-хе-хе, у меня стоят получше, да, вот так незадача. Да, и статы абсолютно одинаковые, так что, в принципе, они мне не нужны. Рома, три тысячи, ну, ну, это бред. Вот этого бы, конечно, было бы хорошо завалить, да? 104 тысячи. В общем, ребята, валим его. По крайней мере, пытаемся. И посмотрим, что у нас получится из этого. Так, нет. Не шиша, ребята, по-моему, у нас не получится здесь. Так, сейчас он его воскресит, естественно. Да, отгребли, как обычно, мы тут по полной программе. Ну, все-таки мощь есть мощь. Тут как ни крути, ребята. Блин, опять ждать полчаса, когда они у меня отхилятся. Кстати, да, я от госпиталя прапанного что-то особой такой, знаете, скорости лечения не увидел, если честно. Поэтому все равно приходится ждать. Раньше они у меня шмык-шмык-шмык по-быренькому вылечились и все, и готовы были. Так, ну, кого же нам вторжение появилось? Это, с одной стороны, замечательно, да? Потому что мы сможем забрать у него сундук, а там, естественно, что-то может выпасть. Забрали свою последнюю магию. Давайте поставим, наверное, исцеляющий луч. Я думаю, от него будет больше толку. Так, и давайте... Так, наверное, мои ребята там отхилились уже, да? Скорее всего. Ух, Маркус. А ну-ка, Маркус. 71 тысяча. Ха-ха. И 43 тысячи дерева, ребята. Неплохо было бы, неплохо. Да нет, еще маленечко осталось. Ладно, подождем капельку. Вот. Тут. Так, первый у меня готов. Иринка. Вперед. Вперед, красавцы. Полуэкт. И мой... Кто там? Я уже забыл. Любомир. Все, вся компашка в сборе. Не сюда я немножко зашел. Так, ну что ж, давайте попробуем, наверное, накумарить Маркуса. Все-таки это последний наш шанс. И мы должны им воспользоваться. Ну и как я посмотрю, ребята, все здесь у нас идет нормально. Мы разбираем его. И, соответственно, сейчас я чувствую уже вот вкус победы. Так, я хочу сказать, ура, ура, мы победили. Так оно и есть. И что же, ребята, я хочу нас обрадовать. Мы идем сейчас сразу же апать нашу тренировочную бойцов. Вот она, моя красава. Иди сюда. Три дня, ребята, она будет делаться. Три дня, чертовых, а! Ядрить его на корень. Три дня я не смогу тренировать своих бойцов. но зато я могу, ребята, ходить, фармить орков, добывать всякие шмотки, пвпшиться. Хотя, пвпшиться тут вряд ли. Но мне в любом случае нужно будет на что-то дальше копить. Монетный двор, бассейн, маны, лаборатория. Тут очень много, что можно еще развивать. Так, ну что же, в принципе, сегодня в этой серии, ребята, я добился своей цели и я очень рад. У меня 500 тысяч еще осталось и я вот не знаю, куда бы их примостить, но я чувствую, ничего у меня из этого не получится. Я ничего не смогу здесь улучшить за эти деньги, потому что везде нужно будет дерево. Ну, а дерево, как вы видите, я все потратил. И смысла забирать деньги у казначеев тоже нет, потому что на этом, в принципе, можно и заканчивать уже серию. Черт подери, три дня, а? Да, но зато потом какие просторы раскрываются. Это до 50 уровня я смогу развиваться, да? Это, соответственно, у меня шмотки там, которые висят. Давайте вот этих орков с вами добьем. Шмотки, которые у меня там висят, я ими, наконец-то, смогу воспользоваться. А вот это все старье, которое сейчас на мне, я его просто разберу. Даже не буду разгумывать над этим. Так, а потом, конечно, бы хотел знать, что, ребята, мне проапать. Это этот, как его, тронный зал, по-моему, нет, не тронный зал, казарму. Да, естественно, казарму, чтобы я мог уже, о, бронька на мага, чтобы я мог уже брать себе еще одного дополнительного солдатика в свой отряд. А на этой ноте я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. Всем пока, удачи, ребята, и до скорых новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok